Может ли прилететь страйк на название канала? Может ли другой радиогубитель, который создал канал раньше, заявить авторское право на название? И могу ли я оформить авторское право? Именно на название канала, так понимаю. Тут все в том, что вы можете зарегистрировать свой бренд только в одной стране. Ну, насколько я понимаю, да? Если вы будете радиогубитель в России, вы сделаете бренд 5-10, то в принципе, по большому счету, я только не смогу назвать твое ООО радиогубителем, и то, наверное, в каком-то округе основном, да? Сама по себе процедура, хороший вопрос, мы, наверное, провентилируем по названию, да? Но я думаю, что не будет, особенно какие-то каналы, допустим, «Готовим вы вместе», которые, ну, то есть, возможно, можно сделать какой-то бренд, ну, допустим, защитить название типа «Вдуть», да? Вот. Но «Школа видеоблогеров» – «Нреал» вообще, ну, потому что здесь это слово «школа», забрендировать и под себя, потому что… Что такое авторское право, да? То есть, естественно, другие не могут это использовать вообще, либо там, похожее по звучанию, да? И, ну, я бы не заморачиваю, прилететь, наверное, не может, потому что это такая, ну, понимаете, история с тем, что оно прилетело от «Гугла», «Гугл» не разбирается, «Гугл» не судебная инстанция, да? И, в принципе, я думаю, что он выступает в роли такого посредника, да? Но не участвует в спорах, да? Потому что, как бы, сам по себе суд с любым лицом, будь то юридическое, либо частное, это всё-таки затраты. И готов ли другой радиогубитель с вами бодаться на поприще, причём, как бы, я так понимаю, что, ну, это хорошо на формате, когда у вас уже есть некий бренд. Можно регистрировать, но я думаю, что если, я скажу так, я думаю, что если вы в России сделаете канал «Радиогубитель», то человек в Белоруссии, в принципе, может сделать тоже «Радиогубитель», и в Киеве тоже может сделать «Радиогубитель», и как-то прибить право устанавливающей документы на это название, ну, будет, наверное, проблематично. Я не знаю. Вот здесь надо смотреть. Мы напишем в клубе, мы сделаем такое, и сначала мы в клубе это разберём, а потом мы уточним у юристов, вот, а потом мы это повесим в школе, про название сделаем ролик, потому что вопрос хороший, действительно хороший. Да, на самом деле лучше, конечно, всегда обращаться к юристу в своей стране, но вообще можно, да, зарегистрировать название как «Свой бренд», и можно даже в нескольких странах его регистрировать, то есть, например, такие известные бренды там, как «Кока-Кола», «Эппл», да, вот они специально выкупали вот это название во всех странах, чтобы никто не мог под их брендом в другой стране продавать продукцию под их именем. Потому что если вы в какой-то стране не зарегистрировали свой бренд, то там другой человек может его использовать абсолютно законно. То есть, если он впервые в вас там зарегистрируется, то вы ничего не сможете сделать. Но тут скорее логичнее регистрироваться вместе со своим фирменным стилем. Но вот сейчас, который у вас логотип, вам вряд ли, ну, это вот бюро, которое выдает патенты там на логотипы, на название, оно вряд ли вам его зарегистрировать, потому что оно на базе вот такого условного знака, который, ну, повсеместно используется как предостережение, да, про электричество. То есть, если регистрировать название, то оно должно быть, ну, уникальное, чтобы там точно не возникло конфликтов, что кто-то ранее уже зарегистрировал. Или чтобы не было таких составных частей, которые, в принципе, регистрировать нельзя. То есть, например, наша бесплатная школа видеоблогеров, у нас слово «бесплатная школа» и видеоблогеров, они все, ну, не подпадают под регистрацию как бренд. Поэтому это точно нужно консультироваться именно по вашему названию в вашей стране и этот вопрос прорабатывать. Ну, я думаю, это надо проходить уже в формате, когда у вас появляется доход, который вы можете потратить на усиление своего бренда на просторах интернета, да. То есть, вам надо будет сделать там сайт, сделать группу, сделать бренд, сделать там брендбук уже по этому делу и уже прийти с пакетом документов, это все дело регистрируется. Более того, вот именно в Беларуси, если вы хотите зарегистрировать свой логотип, вы за то, чтобы проверили базу, не занято ли вот это вот слово, да, не занято ли это изображение, вы должны будете заплатить. И вне зависимости от результата. То есть, вы заплатите, да, только проверку по базе, есть ли такое в каталоге. То есть, ну, вы должны понимать, что это в любом случае будут финансовые отложения. Может оказаться, что вы заплатили, вам написали, нет, извините, уже такое название зарегистрировано, нет, извините, такой логотип мы не можем зарегистрировать. То есть, ну это да, это такой момент, к которому нужно подходить, когда у вас уже точно есть на это бюджет. Ну это, мне когда пишут, мне очень много пишут по разным каналам, давайте мы там вам бренд, я понимаю, что на этом зарабатывают только компании, которые мне будут оформлять документы, потому что потом, ну я слабо представляю, что мне прилетит от ютуба за название, да, потому что у ютуба есть правило, как должны называться ваши каналы, и там название должно соответствовать действительности, да, если вы там про радио говорите, и у вас есть, то это хорошо, опять же, мы за то, чтобы в названиях был, наверное, призыв и ключевое слово, ну вот в таком формате, да, чтобы было понятно, о чем ваш канал. А это, то есть понятно, о чем ваш канал, это ключевые слова, ну там, да, поэтому, а ключевые слова, допустим, как приготовить, мы не сможем сделать какой-то бренд, потому что, ну это абсурдно, да, соответственно, уже все другие каналы, там, как приготовить что-то, ну там никто не зарегистрировать, но если будет, там, абра-кадабра, там, приготовкино, то, в принципе, можно, но вопрос, зачем, ну, для ЧСВ, наверное, круто, а для какой, то есть, у меня всегда есть вопрос, зачем, вот. Если ответа нет, то я потрачу деньги на, не знаю, на развитие канала, поэтому более продуктивно. Ну и, опять же, вы, если регистрируете, там, бренд или логотип, ну вот на счет именно названий не скажу, а на счет логотипа точно знаю, что вы все равно регистрируетесь в какой-то определенной области. То есть вы зарегистрируете, например, для продажи какой-то продукции, да, там продуктов, но если вы, например, не выкупили строительный материал с таким же брендом, то, опять же, ну вы не имеете… ну то есть другой человек будет продавать под вашим брендом на строительные материалы, и будет, в общем-то, не нарушать закон. То есть с авторским правом на вот бренд, это, конечно, очень сложная тема. Если у нас получится, да, вот это более досконально в закрытом клубе изложить, то, конечно, это будет информация. Но это, ну, такой очень сложный вопрос. Конечно, я так понимаю, что он интересен, но, к сожалению, на стриме вот всех нюансов этих не осветишь, и на самом деле нужно более компетентного человека искать, который именно вас будет консультировать. Мы можем так поменять этот шаг, задуматься, сказать, делайте так. Ну, мы не знаем.